Всем привет, с вами Андрей. Сегодня у нас лето, наступило уже май, 22 число, а может быть 23, не важно, солнечная погода, жарко. И сегодня в субботу я решил выбраться на улицу и покататься немного на своем велосипеде, поэтому сегодня я буду долго гнать велосипед, рассказывать вам о своем двухколесном друге. Хотя сам я не заядлый велосипедист и после детства, после 15-летнего простоя начал кататься на велосипеде всего, может быть, пару месяцев назад. Тем не менее, куча впечатлений и хочу поделиться ими с вами. Итак, велосипед у меня достался от моего брата, который уехал в США, оставил мне в наследство велосипед. Велосипед, я так понимаю, сейчас раньше были вот дорожные велосипеды и горные. По-моему, у меня горный велосипед, судя по тому, что у него широкие колеса. Катаюсь я по городу, то есть от своего дома до набережной, до ЦСКА УВС, такой бассейн у нас в Самаре. Расстояние где-то составляет километров 10 в одну сторону, ну и обратно тоже 10 километров. В общем, успеваю проехать это расстояние за 2 часа, возможно, это очень быстро вам покажется, может быть, очень медленно. Ну, я езжу не спеша, скажем так, тренируюсь немножко расслабленно. Получусь переключать скорости и настраивать темп под то, чтобы мне хватило до финиша и я не сдохну. Ну, а сейчас перейдем непосредственно к осмотру моего велосипеда. Итак, вот он мой двухколесный друг, товарищ и конь, неизвестного китайского происхождения под названием Viper, SWAT. Вроде как, SWAT переводится как ОМОН. Специальные силы, ну не знаю, что в нем специального. Как видите, он довольно короткий. Как у любого велосипеда у него есть 2 колеса, педали руль. Руль практически прямой, скоростей не так уж и много. Можно посмотреть на звездочку. На передней звездочке у нас 3. Звездочки на задней, по-моему, 6. Все очень просто, никакого компьютера. В комментах во ВКонтакте мне говорят, что очень неудобные переключатели, но я к ним привык. Вот этим переключателем мы переключаем переднюю звездочку, вот этим переключателем переключаем заднюю звездочку. Два тормоза. Тормоза обычные, как они называются, тесочные, или как-то так. Совершенно простые тормоза. Зажимают колеса просто с двух сторон, как в обыкновенных советских велосипедах. Ничего здесь удивительного нет. Есть тормоз передний, есть тормоз задний. Передняя вилка подпружинена, то есть она довольно хорошо пружинит, когда мы прыгаем на этом велосипеде. Сначала я боялся спрыгивать с бордюров, но потом я привык, и в общем теперь уже не боюсь. Велосипед довольно легкий, мне кажется, килограммов 14 он весит. У меня дома есть гиря, которой я иногда тренируюсь. Вот, гиря, в общем, такого примерно веса, чуть тяжелее, но она 16 килограммов. Вот, что еще интересного, здесь есть в этом велосипеде вот такие простейшие педали. Задняя катафотка. Нет у него совершенно никаких крыльев, поэтому в мокрую погоду кататься на нем очень рязно. Впрочем, я и не пробую, потому что по асфальту на таких колесах в мокрую погоду довольно скользко. Мне нравится его приятный цвет. Посмотрите, однако, какие здесь сварные швы. Сварные швы – это нечто. Советские сварщики отдыхают. Настоящие такие сантиметровые толщины швы. Да, вот купил себе перчатки. В принципе, они для тяжелой атлетики, но мне очень нравится на них кататься. Часы вот сюда присобачил. Еще раз повторюсь, что у меня нет никакого бортового компьютера, поэтому расстояние и время я отмеряю с помощью специальной программы в айфоне. Что еще могу сказать про велосипед? Ну, вот такое вот обычное сидение, нисколько не узкое. Совершенно обычное, как было на советских, российских велосипедах. Ничего нового. Есть пружинки и вот такая вот зажима для того, чтобы фиксировать это сиденице. Помню, раньше в детстве кататься на велосипеде было гораздо проще. Мы легко проезжали еще с дедушкой. Дедушка нас учил кататься на велосипедах и, в общем-то, приучил к этому делу. Мы катались из деревни, из села Рождествено, которое вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих выпусков, до соседнего села Выползово. Там расстояние было примерно 10 километров, но я помню, что в детстве кататься на велосипеде было гораздо проще, чем сейчас. Сейчас, конечно, Костя старый, уже мне, по крайней мере, больше 30 лет. Вот, скажу я вам по секрету. Вот, и кататься, конечно, это целый подвиг. За это лето я успел прокатиться четвертый раз. Вот сейчас качусь четвертый раз. Собирался как раз проехать от Ростани. Но сегодня, несмотря на то, что жарко, по моим меркам, сейчас градусов 25, наверное, для меня это очень жарко. Вот, тем не менее, темп очень хороший получился. Я доехал сюда до сквера на улице Челюскинсов буквально за какие-то полчаса. Первый раз, когда я ехал, я, во-первых, сюда вообще не доехал, а второй раз я доехал где-то за час, наверное, досюда. Будет смеяться, но здесь всего ехать километров семь. Семь километров в час, мне кажется, неплохая скорость для прогулочной езды. Открыл для себя я вот такой необычный насос. Раньше с такими никогда не сталкивался. Оказалось, штука очень удобная. Здесь есть два вот таких вот разъема для новых, современных велосипедов и для старых. В общем, сейчас я покажу. Он вот так вот вытягивается, и можно им накачивать велосипед. Очень удобная штука. Ну, конечно, кто ездит на велосипедах, катается, то знает, никого здесь ничем не удивишь. Но для меня это было удивительно. Такие вот насосы, кстати говоря, такой насос у нас в Самаре стоит 650 рублей в Кейспорте. Крепится насос вот сюда. Сюда можно закрепить еще, например, бутылочку с водой или что-то еще, что обычно цепляет. Но пока этого ничего у меня нет, потому что я не успел проникнуться велосипедом, не успел купить для него всяких цацок и штучек. Вот, в наклеечках весь такой забавный велосипед. Ну что, наверное, на этом сегодняшний обзор моего велосипеда мы закончим и поедем кататься дальше. Дабы не затягивать обзор, закончим на этом. Теперь вы увидели, на чем я катаюсь. Если кому интересно, подписывайтесь на меня в фейсбуке. Кстати, у меня в фейсбуке тоже есть страничка. И на этой страничке как раз отмеряется прогресс моих тренировок. В прошлом году я учился бегать. Еще до этого два года я каждый день ходил километров по 10. В этом году я решил пересесть на велосипед. Поэтому там отмеряются расстояния, пройденные на велосипеде с помощью специальной программы. Кстати, всем рекомендую. Называется RunKeeper. Там есть разные схемы тренировок. Можно включить музыку. Все путешествие, которое ты прошел, отмечается на карте. Отмечается время, скредняя скорость, скорость по отрезкам. Очень удобная программа. Поэтому подписывайтесь на канал. Заходите на страничку в фейсбуке. Смотрите новые видео. Впереди я вам обещаю, будет много интересного всего. У меня есть множество планов. В том числе будет видео на тему, которая близка всем интернет-персонажам, всем любителям интернета и пабликов в ВКонтакте. Заходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки на мой канал. С вами был Андрей. Всем пока и хорошего настроения.